Чё, кого модники? Сегодня у нас новое видео, но оно получилось чуть-чуть не таким, какое я хотел его сделать. Я хотел заказать товар и показать и доказать, что он придёт палёный. Но, к сожалению, после того, как я выложил несколько сториз в свой инстаграм, почему-то эти товары пропали с сайта. И сегодня поговорим о том, что паль может попасть вам не только на Ламоде или Вайлдбери, что в принципе уже не какая-то новиночка для покупателей, но паль может всплыть также и на сайте Озон, что для меня оказалось неким удивлением, потому что я реально люблю заказывать оттуда какую-то технику или что-то подобное, но никогда не заказывал одежду и тут напоролся на очень странную вещь. Но перед самым началом этого видео не забудь подписаться на канал, если ты не подписан, залетай ко мне в инстаграм за ежедневными сториз и за ближайшими луками, которые я буду постить, но чуть позже, потому что хочется немного обновить свой гардероб, поэтому подписывайся и будем там вместе с тобой общаться. Ну и не забывай отметиться в комментариях и писать вообще, что ты думаешь про такую ситуацию, и реально это грустно, то что в наших таких популярных интернет-магазинах продается такое. А теперь по порядку. Я думаю, многие и так из вас знают, что я создатель группы BuySkydki, и так как это моя ежедневная работа уже на протяжении двух с половиной лет, то я всегда в поисках чего-то интересного на различных сайтах. И тут вечером как-то сижу, лазаю, записываю сториз в свою инсту, и что-то залетаю на озон, думаю, дай посмотрю, что из кроссовок по скидкам там продается. И к моему удивлению, я просто случайно пробиваю изи, и мне выдает вот такое вот. Это только часть скриншотов и тех расцветок, которые там есть, но сказать, что я был в шоке, ничего в принципе не сказать, потому что уже была история, как я на Wildberries купил оригинальный изи Powerface Calabasas за 5 тысяч. Они там реально пришли оригинальные, все четко, все круто. И тут я нахожу 350 изи без подписи цветов, без подписи вообще каких-либо. Просто написано Adidas 350 V2 Retail 17 тысяч, цена там 13 тысяч. И тут у меня встал вопрос, а почему именно так? Ну и как бы не нужно быть каким-то супер-сникер-хедом или модником, чтобы понять, что их реселят, и любая расцветка 350-х в любом случае будет выкуплена. И ниже ритейла ее никто продавать не будет. Я написал об этом в инстаграм, и многие люди согласились. Конечно же, многие спросили, почему ты думаешь, что это пайль, но практически все стали согласны, да, это пайль, это как бы и думать особо не надо. Ритейл ниже ритейла, но я не решил не останавливаться на этом. Сначала была возможность заказать мой регион, но нужно было оплатить полную стоимость кроссовок, и я уже все продумал. У меня есть расцветка Trueform, и там можно было заказать также расцветку Trueform, но за 13 тысяч. Сейчас ее можно продать выше ритейла, если она у вас новая. Но после моих публикаций в инстаграме и вот этого вот вопроса в техподдержку склада, который это отправляет, вообще какой-то рандомный склад, о котором ничего не написано в интернете, говорю, оригинальные ли ваши изи-бусты? На что получаю ответ. Добрый вечер, мы занимаемся только оригинальной продукцией. Указанная цена зависит от нескольких факторов, среди которых скидки от Озона, против которых мы не можем пойти. Мы выкупаем продукцию, которая не может пройти таможенное декларирование. Множество причин. Нарушена упаковка, неправильно заполнена документация, не читается штрих-код. Но суть самой продукции не меняется, ведь кроссовки не могут стать хуже от нашей бюрократической системы. И делаются, скорее всего, они во вторую смену на каком-то заводе, где и так производят изи. Я думаю, они забыли это дописать. Классно, если я ошибаюсь в том, что это паль. Но, согласитесь, ответ их очень странный. Почему тогда другие сайты так не делают? Почему они продают именно на Озон? Почему нету оригинальных фотографий, а все только паленое? Почему черные изи буст 350? У них стоит 13-14 тысяч, при том, что это рефлективная расцветка, фотки взяты из интернета, а на 100 кекс они стоят 1000 долларов. А как-то еще так получилось, что резко после моих сторис они почему-то пропали с продажи и сначала отменили доставку в регион. Это во-первых. То есть я спросил в сторис, давайте я закажу эту пару и мы посмотрим, сравним мою оригинальную расцветку с тем, что придет. Чтобы было реально вот как сравнить. Убирают доставку в мой регион. Я меняю город, думаю, доеду до Москвы 200 километров. Ничего страшного, ради видоса это будет годно. Они убирают доставку и в Москву. Я уже не понимаю, в какой регион будет приходить пара и куда я могу ее заказать. И через парочку часов пропадает вообще все. Сейчас если зайти на Озон, то изи-бустов там нету. Но спустя пару часов появляются черные, обычные изи-бусты от другого продавца, пиу-пиу, или как-то так он называется, за 47 тысяч рублей. И многие люди говорят, типа, это тоже паль. Насчет того я не знаю, но даже если это паль, никакой дурак не будет покупать их за 47 тысяч, если их можно купить за 25 тысяч рублей на перепродаже. И поэтому видео получается немножечко не таким, каким я хочу. Было бы гораздо лучше наглядно заказать и показать пару. И сравнить оригинал и то, что пришло с того, где я это заказывал. И, к сожалению, очень странное стечение обстоятельств. Многие написали то, что, возможно, я к этому причастен, что они пропали с сайта, но я в это не верю. В принципе, мне кажется, что это больше похоже на какое-то стечение обстоятельств, либо люди просто начали заходить из моего инстаграма и жаловаться на эти товары. Но суть такова. Ритейл 17 тысяч, а не везде sold out, плюс перепродажи хоть с тысячей, с двумя тысячами наценки, старой расцветки, которых уже давно нигде нету, ну и плюс рефлективная версия, которая на стоке стоит тысячу долларов, здесь продается ниже ритейла. И ни на одной расцветке нету оригинальных фотографий. Все взято из интернета. Суть этого видео я просто не мог пройти мимо и не рассказать. Я лично против подделок, рекламы подделок и тому подобного. Много вещей можно купить за ритейл или ниже ритейла. Даже на том самом Farfait 450 изики в каких-то сраных размерах, но иногда дропаются ниже ритейла. А здесь они продаются ниже ритейла, и явно паленые без своих фотографий склада. Плюс, согласитесь, это серьезно какое-то стрёмное обоснование того, что они стоят ниже ритейла. В этом типа виноват Озон. У них скидки, мы против ничего сделать не можем. Но в то же время они могли бы просто перейти и продавать их на каких-то российских площадках. Бист, Маркет и тому подобное. Просто слей дороже ритейла. Но они решили какое-то оправдание придумать. Поэтому я считаю это важной темой, чтобы люди были осторожны. Неизвестно, кто и сколько там еще может продавать паль. Хорошо, что на Озоне пишут именно поставщика. Склад Озона либо что-то подобное. Там был гусик, гуслик, какой-то очень странный поставщик, что меня в принципе и навело на мысль. В интернете о нем вообще ничего не сказано. И самое странное, что резко пропадают они с сайта. Появятся они там еще или не появятся, я знать не могу. Я писал, чтобы никто это не заказывал. И надеюсь, никто это не заказал. Конечно, к сожалению, что и я это не заказал, потому что реально было бы интересно. И, конечно, я бы сразу же отдал ее назад, потому что 13 тысяч за какую-то подозрительную пару. Это очень дорого. По-моему, там кто-то немножечко обнаглел. Ну, это было все, что я хотел тебе сегодня рассказать в этом видео. Надеюсь, оно тебе понравилось. И я считаю эту информацию хоть не столь достоверной, но все-таки предостерегающей, что многие люди со мной согласятся. Это очень странная и темная фигня, особенно то, что они сняли ее с продажи. Сняли с доставки, а потом сняли с продажи. Поэтому будьте аккуратны. Ну и пишите свое мнение по такой ситуации в комментариях. Важно ли это для вас? Дала ли вам эта информация что-то новое? И будете ли вы впредь, аккуратно проверяйте, что, как. И если вы заказываете в пункт выдачи, то не стесняйтесь, распакуйте, посмотрите, сделайте легит-чек на месте. Даже если эта пара дешевая, лучше она будет дешевая и оригинальная, чем дешевая и паленая. Будьте аккуратны, не забывайте подписываться на канал и, конечно же, оставлять комментарии со своими большими пальчиками. Ну а это было все. Спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok